МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сводка криминальных происшествий за неделю. Чуть-чуть не хватило нам сил в концовке, немного опыта не хватило. Будем работать, будем стараться прибавлять. Атомное противостояние. Баскетбольные команды Десногорска и Курчатова выясняли отношения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Угадали с подарком. Вея поющие сердца выступили в Десногорске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А теперь об этих и других событиях подробнее. 1590 амбулаторных и фельдшерских пунктов планируется построить и модернизировать в ближайшие два года. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин. Эта инициатива соответствует вектору развития сферы медицинской помощи. До 2020 года медицинское обслуживание должно стать доступным для всех населенных пунктов страны. Недостаточное количество медицинских учреждений и слабая их оснащенность сильно усложняет получение медицинских услуг населением. При этом рост количества мобильных медицинских комплексов коренным образом изменить ситуацию к лучшему не может. В Смоленской области удалось задержать наркоторговца. Преступник продавал коноплю. Подробности смотрите в сюжете. Полицейские отделы МВД Ярцевский задержали мужчину 42 лет. Преступника взяли с поличным при попытке сбыть 12 грамм марихуаны. О месте и времени запланированной сделки оперативники знали заранее. На территории Смоленской области они проводили плановые, комплексные, оперативно-профилактические мероприятия. После задержания полицейские провели обыск в доме подозреваемого. В нескольких тайниках они нашли части растения, внешне схожего с коноплёй. Экспертиза подтвердила подозрения сотрудников полиции. В итоге им удалось изъять почти полтора килограмма конопли и 154 грамма марихуаны. На мужчину завели сразу несколько уголовных дел. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде решения свободы на срок до 15 лет. В настоящее время преступник находится под стражей и ждёт вынесения окончательного приговора. Виолетта Ефименко, Светлана Разганова, Десна ТВ. Новый механизм взыскания долгов запрещает судебным приставам списывать обязательства с пенсии и пособий. Новые поправки в закон об исполнительном производстве запрещают приставам блокировать счета с денежным возмещением вреда здоровью. Также это касается компенсационных и единовременных выплат, пенсий и социальных пособий. Законный проект принят Государственной Думой в окончательном третьем чтении 12 февраля. В силу закон вступит с 1 июня 2020 года. При этом отмечается, что запрет на взыскание способий уже действовал, но его механизм был несовершенен. А о криминальной обстановке в городе расскажет начальник тыла отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 102 сообщения о происшествиях, из них 10 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с техническими повреждениями. Выявлено 104 административных правонарушений, в том числе 82 нарушения правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечен 1 человек. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 14 человек. Новая жертва лжебанкиров лишилась денег в Смоленском районе. Несмотря на широкую огласку преступных 7, 31-летняя девушка потеряла бдительность и сообщила злоумышленнику все данные своей банковской карты. Под видом сотрудника банка девушке позвонил неизвестный. Он сообщил, что банковский счет женщины требует защиты от несанкционированной атаки мошенников. Поддавшись внушению, девушка перевела на счет злоумышленника 68 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка. Установлено, что звонок совершался с абонентского номера, зарегистрированного в Москве. Очередной этап первенства Центрального федерального округа по баскетболу состоялся в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна. Обе команды – представители атомных городов. Чей баскетбол оказался сильнее? Смотрите в сюжете. Праздничную программу мероприятий города отметили также баскетбольным событием. Играли команды «Динамо Росэнергоатом САЭС» и «Динамо Росэнергоатом КАЭС». Предсказать результат было нелегко. Обе команды обладают хорошей подготовкой и готовы идти до конца. Активная игра десногорской команды помогла ребятам вырваться вперед в первые минуты игры. Хорошо организованное нападение и техничная защита хозяев поля редко позволяли сопернику перехватить инициативу. На протяжении всей игры достойно себя показала и команда из Курчатова. Ребята верили в динамичную, честную игру. Тем не менее, даже несколько удачных трехочковых бросков гостей не смогли поменять ход игры. Победу обоих дней одержала команда из Десногорска. Мы прервали серию из поражений. У нас было несколько обидных поражений до этого. Сегодня и вчера нас очень здорово поддерживал зал «Десногорские болельщики». Эта победа нас, я думаю, зарядит на будущее свершение. Для нас она была очень необходима. Чуть-чуть не хватило нам сил в концовке, немного опыта не хватило. Будем работать, будем стараться прибавлять. И победы придут. Следующую игру ребята из Десногорска проведут у себя дома. Соперником станет команда из Брянска. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десно-ТВ. Контроль финансовых средств на реализацию национальных проектов в регионах. Такая задача поставлена на Генеральном совете партии «Дина Россия». Для того, чтобы денежные поступления были использованы регионам по назначению, предлагается ввести систему депутатского контроля. Ключевые мероприятия и объекты будут находиться под контролем депутатов разных уровней, в зависимости от субъекта. А для сбора и аккумулирования информации предлагается ввести единый информационный модуль. Благодаря этому оценку деятельности депутатов будет давать группа контроля. Предполагается, что эти инициативы снизят риски при реализации национальных проектов. 22 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, профсоюзный комитет и администрация Смоленской АЭС сделали жителям яркий подарок. В центре нейтрино выступила легендарная группа «Поющие сердца». О том, легко ли было зрителям усидеть на своих местах и состоялся ли контакт, смотрите далее. Переполненный зал еще до начала концерта дал понять, предстоит нечто грандиозное. Хорошее настроение собравшихся выдавали не только искренние улыбки, но и нескрываемое нетерпение перед выступлением. В зале буквально не было свободных мест. Первые минуты концерта, и вот машина времени заработала. Две поющие сердца, легендарная группа и голос своего поколения. Ансамбль был образован в 1971 году, а уже в 1974-м стал лауреатом Всесоюзного конкурса артистов эстрады. Композиции ансамбля можно слышать в художественных фильмах «Следствие веду знатоки», «Мы – Архимеды», «Это веселая планета» и других советских картинах. А слова из песен «17 лет» – «Эти глаза напротив», «Кто тебе сказал» – известны не только старшему поколению поклонников группы, но и молодежи. За время концерта поющие сердца смогли вернуть присутствующих в другое время. Время первой любви, первых танцев, время счастья, легкости и надежд. Шлягеры тех лет задели струны души каждого зрителя. Специально для поклонников из Десногорска музыканты пробили свое выступление. А как иначе, зрители стоя подпевали артистам. После концерта дисногорцы занимали места в очереди на автограф-сессию. Желающих было слишком много. Зал был просто сумасшедший, группа тоже очень понравилась. Зарядом энергии и водоросли не на один год. Просто праздник души сегодня случился настоящий. Так что виват поющие сердца. Теплая встреча музыкантов со зрителями не оставила артистов равнодушными. Очень приятно, что в конце все встали. Это для нас просто бальзам, она продлевает нам жизнь. И мы постараемся к вам еще приезжать не единожды, потому что получился контакт, который нам очень дорог. Любой праздник подходит к концу. Далеко не каждое событие оставляет столько приятных эмоций всем участникам. Дорогие друзья, вокально-инструментальный ансамбль «Поющие сердца» поздравляют вас с Днем Защитника Отечества! Ура! Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Дозганова, Десна-ТВ И коротко о погоде. 26 февраля в Десногорске возможен небольшой снег. Днем плюс два, ночью около нуля. На этом наш выпуск завершен. Все самое интересное смотрите на нашем телеканале и на сайте desnadefistv.ru В студии работал Олег Соловьев. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok